Добрый день или даже доброй ночи, бонсуар, или как говорят в Парижах, а точнее даже в Москве благовоспитанные французы, есть такой деятель французской культуры Фредерик Бекбедер. В свое время он написал нашумевшую книгу «99 франков». Ну, книга прекрасна во всех отношениях, я ее читал и уверен, что некоторые из вас тоже. Потом был снят фильм, кстати, фильм даже не хуже книжки, что редко бывает. Хотя там были определенные видоизменения, ну, простим, авторам. Бекбедер даже приезжал в Петербург, и я даже ходил навстречу с ним в СПБГУ, но мне не хватило наушников, а я тогда не владел французским. Поэтому в течение минут десяти я посидел с умным видом, показывая, что я очень внимательно слушаю мэтра, потому что вокруг были прекрасные филологини, ну, и, в общем-то, все-таки не выдержал и ушел. Бекбедер рос-рос и вырос, в общем-то, в таком медийного деятеля, не только писателя. И логично предположить, что он рано или поздно поддался в кино. Картина, о которой мы сегодня будем говорить, называется «Идеаль». «Идеал». Она снята по его роману, который на самом деле изначально назывался по-французски «O secours pardon». Ну, я даже не знаю, как дословно переводится, я не так хорошо владею французским языком. «O secours» — это «на помощь», «pardon», я думаю, не надо переводить. Возможно, это какая-то устойчивая фраза, я думаю, франкофилы напишут свои комментарии здесь. И он же снял по этой книге фильм. Судя по комментариям критиков, фильм в значительной степени отличается от книги. В данном случае нам на это глубоко плевать. Меня тут спрашивают, как можно плевать глубоко. Действительно, ну, скажем так, нам мелко на него плевать. Ну, буквально на полшишечки. Фильм рассказывает, на самом деле, про рекрутера, или, как они называются в модной индустрии, про скаута. В его задачу входит поиск красивых девиц на планете Земля и, соответственно, предоставление их услуг для модельных агентств и всевозможных косметических фирм. Но тут надо понять, что красота в гламурном мире, она, как вы понимаете, несколько отличается от красоты в бытовом восприятии. Ну, короче, кастинги. Кастинги, как они проходят, проходят они вот так. Если верить Биг Бедеру, конечно же. Да, водка помогает, особенно сделать девочек красивыми. Девочка, девочка, давай, давай. Вай, 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 девочки, давай, давай. Сам собой напрашивается очередной хит. И вот тут начинаются трудности перевода. Например, в дубляже одна из фраз главного героя звучит так. Если не подходишь, считай ты корова. А по-французски так. Амбезабль это, как бы вам сказать, нетрахательная, невдуваемая. Короче, которую невозможно вот так вот делать. Но это не так страшно, на самом деле, по сравнению с тем, что будет потом. А вот так вот выглядит идеальная красота. Смесь казаков, татар, славян и киргизов. Вот такие-то и попадают на обложки модных журналов. Очередной прекрасный мемчик, на этот раз из английского языка. Обожаю эти сокращения. NMFP, надо запомнить. А вот это прямо боль души моей, отданной на растерзание рекламного рынка. Когда клиент хочет впихнуть невпихуемое, сделать квадратное круглое, а красное синим. Мы ищем что-то простое и в то же время сложное. Или наоборот, что-то сложное и в то же время простое. Сложность по-французски. Комплиситэ. Простота. Самплиситэ. Соответственно, наша ржеволосая Валентина рождает новый термин. Самплекситэ. Это, как бы вам даже по-русски-то сказать, труднота. Ла самплекситэ. Главный герой, которого, кстати, зовут Октав, работает также на русского олигарха и поставляет ему гламурный товар. И в последнее время как-то он не справляется со своими обязанностями. Всего там две-три девицы за несколько лет. И олигарх приглашает его к себе в самолет и говорит, что он лишит его всего, даже кристалла. Нет, нет, только не кристалла. Это, наверное, потому что у них у всех кристально чистая совесть. А дома обстановочка у Октава такая, о которой, я думаю, мечтают все сисадмины страны. Успокойтесь, пожалуйста. Октав, у тебя важен телефонный звонок, и он очень злится. Хотя почему только сисадмина, в принципе, многих. Но приходится ехать во Францию, спасать компанию «Идеали», которая попала в кризис из-за поведения одной из манекенщиц. И тут прямым текстом заявляется, что во время Второй мировой войны эта компания, ну, скажем так, следовала веяниям времени. Большие французы ждали победы Адольфа Гитлера, в надежде избавиться от некоторых соотечественников. Большие французы сперли на победу Адольфа Гитлера, в том, чтобы спрямить некоторые конституции. Созданная в 20-х, фармацевтам антисемитам, компания «Идеаль» и по сей день лидирует на мировом косметическом рынке. Созданная в 20-х, фармацевтам антисемитам в 1920-х, компания «Идеаль» и по сей день лидирует на мировом косметическом рынке. Спасибо Бигбедеру за такую откровенность. А вот тут, соответственно, начинается сам замес. Дело в том, что действительно, одна из моделей устроила некий перформанс. Она трахалась, одевшись нацисткой, и эта запись попала в сеть. Соответственно, нужно из кризиса как-то выходить. И для этого нужно найти новое лицо компании. И посыпались предложения. Кто это может быть? Еврейка там или еще кто-нибудь. Например, негритянка, которую называю сначала «нуар». «Нуар» — это черный по-французски, знаете, есть такой стиль в кино. А потом поправляется. Ой, нет-нет, не «нуар». «Блэк». «Нуар». «Пардон, «блэк». Теперь по-французски политкорректно говорить «блэк». «Пардон, «блэк».» Октав же в своих мечтах... «Парконт лейжонда Русалька». И не только в мечтах отправляется в Россию на поисках нового лица компании. А тут в этих колхозных полях одни Наташи. «Наташа». А потом Октав и Валентина попадают на вечеринку к русским олигархам, где все настолько круто, что присутствуют даже американские горки внутри особняка. И когда с утра олигарх предлагает их отвезти в отель на собственном вертолете... «Нет-нет, спасибо. Нет-нет, спасибо. Мы хорошо. Мы хорошо, мы хорошо. Присутствуют аллюзии на «пусси райт». «Эй, мазафака!» Ну и определенные сложности перевода. «Пипец, ненавижу суши». А на самом деле... «Пиздец, я хейт суши». И вот теперь мы подходим к моменту, ради которого, собственно, я и затеял этот выпуск. Я ведь, естественно, не все фильмы обозреваю с русской темой, которую я смотрел. Но вот этот вот запал. Дело в том, что Октав, он в итоге находит лицо компании, 15-летнюю русалку, и выясняется, что это его дочь. Ну, такая вот неожиданная, постаральная история в данной картине. Совершенно новый свежий поворот в сюжете. Но суть не в этом. Дочь его, оказывается, является примкнувшей к подпольному коммунистическому движению. И они отправляются на сходняк как раз-таки этой подпольной коммунистической группы. И при входе туда нужно произнести пароль. Как этот пароль выглядит? «Пароль». «К чертовой бабушке». «Проходи». А на самом деле... «Пароль». «Пак Путинс Мазер». «Пак Путинс Мазер». «Пак Путинс Мазер». Вот мы такие нежные, что даже в таких безвинных, на самом деле, фильмах не состояние оставить эту зловещую фразу «фак Путинс Мазер». Причем в данном случае она произносит в определенном контексте, как пароль вот этой антикоммунистической группы. Но это очень, очень показательно. Не могу не провести сравнение с той же самой пиндоской Америкой. Там, на самом деле, президента чехвостят хвост и гриву. Все СМИ, все артисты, все, кому не лень. И все президенты это знают, все президенты это понимают. Ну, принимают, кто как может. Вот Трамп не может, например. Ну, как бы это его личная проблема. У нас же наше солнышко не тронет. При этом никто не говорит, что нужно лить там помои или устраивать клевету. Нет, ну, мне кажется, вот по таким тонким моментам все отчетливо понятно про особенности менталитета ряда граждан, которые настолько сут. Ну, казалось бы, ну кто увидит эту картину, да? Ну, зачем это убирать? Но лучше подстраховаться. Люди, я представляю вам своего биологического отца. Опца дарится опцаца. Нам очень жаль, что ты папа свинья. Но ты же не согласишься работать на эту грязную фашистскую империю. Таким образом мы имеем, ну на самом деле, проходной фильм. Я-то его почему посмотрел с некоторым удовольствием, потому что речь идет про рекламный рынок, про рекламный бизнес, ну и, как я уже сказал, есть. Есть мне над чем посмеяться и над чем умилиться. Но я думаю, что вообще настала пора вводить понятие злой клюквы и доброй клюквы. Вот в большинстве американских сериалов, вот на подходе я наконец добрался до седьмого сезона, сериала Homeland, Родина, там где Сергий в посад прибывает американский спецназ, можете себе представить. Вот это, конечно, злая клюква. А у Бигбедера она такая клюква, но добрая, понимаете, без желания вот прям как-то что-то там вот прям подковырнуть или устроить какую-то зловещую пропаганду. Зловещую пропаганду в данном случае устраивают больше переводчики. Пароль. К чертовой бабушке. Проходи. Пароль. Папу, кинь, смотри. Такой вот короткий выпуск из подпольной организации «Коммунистическая Россия». Видите, в какой атмосфере мы пребываем, потому что там стоит человек и спрашивает у всех пароль. И пароль называется «Факт Трамп Фазер». Но никому не надо говорить, поэтому в переводе он будет звучать как «Кощей Бессмертный». Хочу сказать вам, что 15 декабря пройдет лекция «Интеллигенция и терроризм. Горький против большевиков» в городе Москве. 16 декабря «Роман Убисоплей. Князь Сусимский и Князь Ходымский в Петербурге». 22 декабря «Князь Ходымский и Князь Сусимский в Москве. Роман Убисоплей». 23 декабря «Сыры в Петербурге. Места событий и имена даты». А 3 января в постпохмельный синдром я прочитаю лекцию «Роман Убисоплей. Владимир Кровавый и последний император». Там же в библиотеке имени Толстого, не Кутузова, на Кутузовском проспекте в 14.00. Все ссылки на встречи есть вот там вот. Продолжается набор в Париж 25 марта. Последняя группа перед сезоном. Если интересно, обращайтесь, есть электронный адрес в описании, выше все подробности. На этом все. Оставляйте свои комментарии. Вот там. Увидимся. Пока.